Давай я. Дорогие друзья, здравствуйте! По поручению своих друзей-товарищей, единомышленников, я, Маслобород Сергей Никитович, выступаю перед вами от имени старейшего в Молдове клуба книголюбов универсул имени Евгения Ивановича Рожко. Но два обстоятельства послужили причинами моего выступления. Первое. Сегодня исполняется ровно пять лет со дня ухода в мир нашего всеми любимого бессменного председателя клуба книголюбов Евгения Ивановича Рожко. А второе обстоятельство – это то, что мы выпустили в конце прошлого года книгу «Граждане, послушайте меня!» Книгу Евгения Ивановича Рожко. Вот эта книга. Вот сам Евгений Иванович. Я хочу сказать, что Евгений Иванович давно собирался выпустить подобную книгу, но не случилось. Зато мы постарались. И сейчас мы ее презентуем. Вы знаете, эта книга как бы память о нем и как бы отчет наш перед Евгением Ивановичем. Что я могу еще сказать? Я могу сказать вот что. Мы все время ощущаем присутствие Евгения Ивановича в памяти и в сознании, в его нетленных делах, на небе творчества духа. Клуб «Универсум» – это его любимое детище, обитель наших раскрепощенных сердец, преданных книге и русскому слову. Он завещал нам сохранить единство перед лицом грубой действительности. И мы с полным основанием можем сказать, что правое дело «Универсума» живет. Руль нашего клубного корабля попал в надежные руки капитана Анатолия Константиновича Лобунского, который вместе с верными помощниками Ниной Васильевной Гультяевой, заведующей библиотекой Маргаритой Юрьевной-Щелчковой, библиотекой Ломоносовкой, вместе с дружной, преданной командой, уверенно ведет наш корабль по волнам Житейского моря. Наш любимый клуб продолжает славные традиции. Он постепенно начинает приобретать новые краски, новое звучание, и каждый из нас может много интересного и трогательного рассказать о встречах с Евгением Ивановичем, поделиться счастьем общения с уникальной личностью, украшающей жизнь, наполняющей ее высоким духовным содержанием. Этой книгой мы хотим засвидетельствовать перед ним и перед вами, дорогие читатели и слушатели, что клуб продолжает активно работать на небе русской литературы. Нужно отметить следующее новшество в работе нашего клуба. Ведущим очередного заседания является тот или иной член клуба. Он определяет и тему выступления, и остальные моменты повестки дня. Получается, что все активно вовлечены в работу клуба. Так что, дорогой Евгений Иванович, мы не стоим на месте. Мы часто обращаемся к вам за советом и поддержкой. Я хочу прочесть пару стихотворений, Евгений Иванович. Вот здесь, в этой книге, в этой книге много таких стихотворений. Еще никто покуда не может отобрать У нас общение чудо и дружбы благодать, О размышлении роскошь, о таинству речей. Да мы же с вами просто богачи-богачей. И с 72-го, чуть только выходной, Библиофилы гордо идут в свой клуб родной. Идут, расставшись с семьями, Идут, презрел уют, Чуть только воскресенье. Идут, идут, идут. Так вот, Евгений Иванович, дорогой, Ваша книга приобрела респектабельный вид, Типографский, с твердой обложкой, В ее создание внесли Вклад в ваш любимый сын, Евгений Евгеньевич, Он издал книгу, А материалы и прочие вещи по подготовке к печати Создали Анатолий Лобунский, Ну и наш секретарь Нина Васильевна, Маргарита Юрьевна, Ну и в общем еще много других товарищей. Тут они тоже высказались в этой книге О встречах с вами, О том, как мы помним вас. Мы гордимся, мы счастливы, Тесной причастностью к вашей личности, Жившей ни в чем не греша. Мы сейчас понимаем с пронзительной ясностью Через вас выражалась наша душа. И мы будем стараться, Клянемся сейчас, Чтобы вами зажженный светильник не гас. Ведь дружбу порушить нам долг не велит, Чтобы в мелком душе не погрязнуть. И вами зажженный светильник горит, Ему мы не дали погаснуть. Мы держимся вместе, Как прежде мы, клуб. И боль потихоньку стихает, И ваша улыбка, Слетевшая с губ, Межнами, как ангел, порхает. Спасибо за внимание. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.